Попробую позвонить, якобы Сберлогистика набирается. Сотрудников требуют паспортные данные. Здравствуйте. Слушаю. Увидел на Авито, что в Сберлогистику требуются сотрудники. И на Авито, там Падень, молодой человек, он просит паспортные данные выслать на WhatsApp. Есть такой, это наш отдел отбора, Дмитрий зовут, правильно? Так, сейчас посмотрим, как зовут. Дмитрий зовут или Денис? Алекс Медведев. Такого вы знаете? Медведев? Нет. Нет, я вас не понимаю. Не понимаете, что именно? Нет. Что вы от меня хотите, не понимаю. А могу ли я куда-то приехать в Сбербанк и проверить паспортные данные? Алло? Я таких не знаю. Не знаете таких, да? Понятно. Я? Я таких не знаю. И кто вы, я вас тоже не знаю. Понятно. А можно приехать... Откуда у вас? Вот этот человек дал ваш номер. А, это Леша ночной смены, сотрудник. Все. Так и скажите. Да, Леша ночной смены, сотрудник, мальчик. Да, есть такой у нас. У него девушка Лена. Да. Понятно. Ну, как бы мне вот по WhatsApp как-то страшно данные высылать. Может, я могу приехать в Бирологистику и там свой паспорт показать, а вы там копии сделаете или что вам нужно? Можно, Леша. А когда будет на смене, можете там встретиться с ним, да, или на Ботанике можете с ним встретиться. Сегодня они выходные. И посмотрите наш автобус, наших сотрудников, не вопрос. Нет, я к тому, что паспорт оставить. Вот вы сами в Сберологистике работаете? Мы, да, конечно. Я обслуживаю Сберологистику, но я сама там не сижу. А, понятно. Поэтому вам самый лучший вариант, вам самый лучший вариант, а ехать на метро Ботанику, когда будут наши сотрудники, автобус, все скидывают. Вот это простая практика, что на службу безопасности, осмотрите сотрудников, автобус все сделает, у каждого спросите, если прям так сомневаетесь. Все? А могу я просто приехать в Бирологистику и там паспорт показать? Вас туда не пустят на склад. Вы также, они приедут к входу, вы также возле входа встанете, а стоите с ними, пообщаетесь и уедете. Именно за пределы склада вас не пустят внутрь, а они зайдут туда все. Так. Вот. Самый, я знаете, вот как бы, это не вижу проблемы в этом никакой. Сделайте ксерокопию, скиньте фото ксерокопии, допустим, ну хотя там оригинал затребует служба безопасности. Если сомневаетесь, то, увы, ничем не помогу. Или идите на автобус, метро Ботаника, все сборы собираются, полный автобус людей едет. И спросите хоть у каждого, где вы работаете, что вы делаете и как вы оформлялись по службе безопасности. Вам все скажут в один голос, мы сдавали документы, фотографии. Понятно, и куда подъехать? Дирижабль, центральный вход, внутренняя остановка там есть, смотрит на парковку. Там у нас автобус в 8.00 вечера или утра уезжает. Все сотрудники там, ночные, дневные смены. Все, приезжайте, номер Алексея есть, он сегодня выходной, завтра, наверное, выйдет. И все, и с ним увидитесь там. И со всеми можете поговорить, можете с бригадирами, там есть старшие, кто старший. Все будут на автобусе. Они же полный автобус, там 40 человек. А что на автобусе написано будет? Анкор. Как? Анкор? Анкор. Не понял? Анкор будет написано. Анкор будет написано? То есть это транспорт, не с бюро логистики, да, получается? Все нанимают свои автобусы, конечно. Да. Понятно. А как мне определить, что будет надпись Анкор и все, это единственный автобус? Вы Алексею пишите, он вас там встретит и все. Хорошо, спасибо. И всех увидите, да, до свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok